Выездное совещание по проблемам обманутых дольщиков депутаты Государственной Думы России Александр Якубовский и Наталья Назарова вместе с заместителем губернатора Сергеем Морозовым начинают с жилого комплекса «Овский берег». Масштабная и разрекламированная стройка в Богородском районе прямо под боком областного центра в самом начале выглядела безупречно для желающих купить доступное жилье эконом-класса. Но что-то пошло не так. Сейчас обещанных квартир не могут дождаться около 1800 человек, которые полностью оплатили свои квадратные метры и влезли в ипотеку. Некоторые дома имеют просто стены, другие остались на бумаге. По факту чистое поле. Должен был получить перед Новым годом в 2018 году. Конкретно у меня просрок два месяца. У кого-то уже больше года, у кого-то полгода у нас из инициативной группы. Полностью квартира в ипотеку куплена. Вы представляете ситуацию, что это тяжело для бюджета. Если нет дополнительных источников дохода, негде жить и так далее, то весьма существенно это бьет по карману. И это очень тяжело. Неподалеку печально известный жилой комплекс новинки Smart City. Число обманутых дольщиков тоже почти 1800. Этот жилой комплекс уже стал чуть ли не символом обмана людей недобросовестным застройщиком, который не только нажился на дольщиках, но и скрывается от правосудия. Между новинками Smart City и Огским берегом ЖК «Акварель». Здесь масштаб бедствия, конечно, значительно ниже. Обещанное жилье не могут получить около 20 дольщиков. С 1 мая 2018 года началась просрочка по сдаче дома. В течение двух лет этот дом, ну вот заливался вот это вот, то, что вы видите, вот это строительство. Это, ну, велось, может быть, от силы, вот если вот все вместе сложить все дни, это месяц. Условия застройщику озвучены на месте. Полностью вернуть деньги дольщикам в жесткий срок до апреля этого года. Что же касается Огского берега, то выход будет найден и здесь. Уже после объезда жилых комплексов на совещании в региональном штабе партии «Единая Россия» определены ключевые направления в совместной работе. Александр Якубовский и Наталья Назарова отметили, что уже сейчас идет работа на уровне правительства области. Хочется отметить, что все-таки оригинальная власть Нижегородской области решает де-факто те сложившиеся проблемы. Но то, что мы сегодня, скажем, отметили и мы проговорили в том числе с дольщиками Обского берега, к примеру, что сейчас, чем будет сейчас заниматься наша рабочая группа партии «Единая Россия». Мы сейчас совместно с дольщиками обманутыми разработаем реестр людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию или являются социально незащищенными слоями населения с той точки зрения, чтобы оригинальная власть оказала им поддержку. Есть механизм материальной поддержки с одной стороны, с другой стороны, возможно, эти граждане получат свои квартиры в первую очередь в тех домах, которые сегодня будут достраиваться. В очень большой степени поражена теми темпами, которыми наше региональное правительство начало справляться с теми задачами, которые казались, вот в 2017 году, мне казалось, что это какой-то абсолютно необъятный объем работы, который невозможно как-то структурировать. Поэтому как бы навалились, что называется, всем миром. На уровне руководства региона определены и планы по достройке новинок Smart City. Заместитель губернатора Сергей Морозов также отметил, что Нижегородская область может стать пилотным регионом в России для комплексного подхода в решении проблем обманутых дольщиков. Разобрали все объекты, включенные в реестр. Более того, наш подход о том, что в реестрах правительство должно заниматься не только теми объектами, которые формально включены в реестр, а каждый объект, строительство на котором приостановлено, либо срываются сроки. Хотим стать пилотным регионом, в котором те механизмы, которые предусмотрены сегодня, крайняя редакция действующего закона о поддержке прав обманутых граждан. Мы хотим, чтобы пилотным регионом стал Нижегородской областью и заручаемся поддержкой как исполнительной, так и законодательной власти. На сегодня в регионе насчитывается около 6,5 тысяч обманутых дольщиков. В общей сложности недостроенными остаются свыше 100 многоквартирных домов. Каждая из ситуаций находится на личном контроле губернатора Глеба Никитина. К активной работе подключены все заинтересованные структуры и ведомства. Сергей Щеплякин, Алексей Калякин. Время новостей.